Здравствуйте! Начинаем наш праздничный выпуск новостей в студии Махач Курбанов. Муфти Республики Дагестан, шейх Ахмад Афанди, поздравил верующих со священным праздником Ида-Лятха, Курбан-Байрамом. Поздравляю всех вас с одним из самых главных праздников ислама, Курбан-Байрам. Каждый год мусульмане всего мира с нетерпением ждут наступления этого священного торжества, которое объединяет верующих, побуждает нас к взаимопомощи, отчего наши сердца наполняются милосердием. Священный праздник Ида-Лятха, Курбан-Байрам, знаменует окончание хаджа, паломничества в Святую Мекку. К сожалению, в этом году мусульмане наши и других стран по причине разразившейся пандемии не смогли попасть на священные земли. Но все мы знаем, что за каждой тягостью наступает облегчение, и посему терпеливо ждем того момента, когда по милости Создателя сможем вернуться к привычному укладу. Праздник жертвопроношения является неотъемлемой частью богатейшего духовного и культурного наследия нашего многонационального народа. Курбан-Байрам, символизирующий торжество духа и нравственную чистоту, воплощает в себе благородные идеалы исламы, веротерпимость, любовь к ближнему, заботу и милосердие ко всем. Этот праздник учит нас почитать старших, помогать нуждающимся, заботиться о ближних, воспитывать детей в духе добра и благочестия. Бесконечно благодарим и восхваляем Аллаха за подаренную возможность вновь лицезреть эти благодатные дни. В этот светлый праздник прошу Создателя принять наше жертвопроношение, Курбан, а также желаю всем здоровья, счастья и достатка в семьях, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях. Пусть Всевышний Аллах примет наши молитвы и одарит нас благами и милостью в обоих мирах. Молю Всевышнего за всех мусульман мира и прошу спокойствия и благополучия для нашей страны. Пусть Аллах бережет нас от болезней, бед и смут. Муфтий Республики Дагестан, шейх Ахмад Афанди. Наступил самый значимый праздник мусульман – Курбан-Байрам. Утро у верующих началось, как и предписано, с праздничной молитвы. Из-за пандемии коронавируса в Дагестане коллективный намаз до сих пор совершают с определенными ограничениями. В главной мечети столицы побывал наш корреспондент Хамза Нурмагомедов. Ему слово. Шесть утра. Верующие собираются совершить праздничную молитву. У входа в мечеть раздают маски и дезинфицируют руки прихожан. Внутри мечети праздничная атмосфера. Мусульмане благословляют пророка Мухаммада, мир ему благословения, и произносят слова, восхваляющие Всевышнего. После чего Муадзи мечети Азанам возвещает о наступлении времени молитвы, призывая к смирению и поклонению. В этом году праздничный намаз проходит по-особенному. Если в предыдущие годы тысячи верующих плечом к плечу совершали молитву, то в этом году обязательное расстояние полтора метра. И количество верующих в основной мечети столицы в разы меньшее. Причина тому всем известная коронавирусная инфекция. Перед молитвой имам обратился к верующим с назидательной проповедью. Из-за святости этих дней нам запрещено держать обиду, злобу по отношению друг к другу и находиться в плохих отношениях с людьми. За ним с поздравительной речью от имени главы региона выступил министр по национальной политике и делам религии Дагестана. Этот праздник несет в себе добро и свет. Этот праздник служит сближению людей, укрепляет идеалы добра, милосердия и взаимной помощи. После поздравления звучит вступительный тагбир. Молитва начинается. После завершения намаза Муадзин обращается к верующим на арабском языке. Это хутба, проповедь и составная часть обряда богослужения. Праздничный намаз завершается коллективной мольбой ко Всевышнему. И верующие, соблюдая дистанцию, покидают мечеть. После молитвы большинство мусульман исполнят главный замысел праздника – обряд жертвопроношения. А уже после, в узком кругу родных, в узком из-за пандемии, соберутся за праздничным столом. Несмотря на ограничительные меры и остающиеся тревожной эпидемиологической обстановкой в регионе, в праздничный день дагестанцы не теряют оптимизма, прося Всевышнего о благе и желая добра другим. Аль-Хамдул-Лля, что в этом году нам довелось по безграничной милости Всевышнего Аллаха встретить этот прекрасный праздник. Мы, как знаем от слов наших богословов, это самый главный праздник мусульман. В пользу случаем хочу поздравить всех братьев, сестер, да примите Всевышнего Аллаха все их благие деяния, жертвопроношения и простить нам все наши грехи. Очень радостная вещь, что в мечети можно намаз проводить, потому что, к сожалению, у Роза Байрам дома все намаз сделали. Аль-Хамдул-Лля, что собираемся, братья вместе, всех вижу, у вас вижу, радуюсь, улыбаюсь, всех с праздником поздравляю. Я желаю нашему народу здоровья в первую очередь, всего хорошего, всего прекрасного, вот эти болезни, вот эти тоже, чтобы больше, чтобы не были. Урбан-Байрам самый лучший праздник для мусульман. Искренне поздравляю всех мусульман с наступившим праздником. Пусть Аллах примет садака, жертвопроношения, все благие деяния. Впереди еще три дня праздника. В эти благословенные дни мусульманам нельзя упускать благую возможность делать добрые дела. Поздравляют друзей и родственников, особенно старших, хотя бы по телефону. Хамзу Нурмагамидов, Нурмагамид Магамидов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Совершив праздничную молитву в мечетях, верующие спешат провести обряд жертвоприношения. Это кульминация праздника Курбан-Байрам. К этому ритуалу муфтия Дагестана совместно с администрацией Махачкалы отвели несколько специальных площадок за чертой города. На одной из них в районе торгового дома Киргум побывал Курбан Рагимов. Ему слово. Аллаху Акбару, Аллаху Акбару, Аллаху Акбару, Аллаху Акбару, Аллаху Акбару, Аллаху Акбару. Совершить обряд жертвоприношения сегодня можно без больших хлопот. Для этого достаточно просто приехать на спецплощадку, выбрать жертвенное животное вот здесь. И буквально в двух шагах проходит закалывание и сама разделка туши. Приносить в жертву можно разных животных. Но основной спрос, как и всегда, на мелкий рогатый скот. Средняя цена за одного барашка – 6-7 тысяч рублей. Животное должно быть здоровым и без каких-либо повреждений. Вот баран Лагского района. Средний Кумух. Хазам Аблатик. Мясник. Двузубки. На что покупатели обращают внимание больше всего? Ну, основной, чтобы здоровый баран был. Целые уши, чтобы более. Выбор на этой площадке огромный. Всего более 4 тысяч голов. Подобрав жертвенное животное, люди направляются на место для закалывания. Здесь барана приносят в жертву по всем нормам ислама. Площадку утром посетил муфтии Дагестана. Шейх Ахмад Афанди ознакомился с условиями, подготовленными для проведения ритуала. Все, что связано с обрядом жертвоприношения, в отличие от предыдущих лет, максимально упрощено. По словам организаторов, на месте соблюдаются все санитарные и профилактические нормы. Мы стараемся информировать население всячески, соблюдать меры предосторожности. На местах работают дезинфицирующие комплексы есть, опрескиваются на местах. Также маски предоставляем всем людям. И стараемся наладить работу таким образом, чтобы человек максимально быстро смог прийти, выбрать барана. Также, чтобы быстро зарезали. Для этого привлечены профессионалы. После заклания и разделки туши мясо делят на три части. Себе верующие обычно оставляют только одну. Большую часть раздают соседям и малоимущим, а из оставшегося готовят еду для гостей. Я сам с Юждага, я здесь проживаю, в Махачкале. Сейчас будем, сына я отправил вперед, я за ним. Какой он выберет, такой покупаем. Ход по цене коровы, ход по цене бочка. Мы сейчас порежем барана, раздадим всем, малоимущим. Сделаем садага, сделаем хинкал, сварим баранину. Сядем и отпразднуем. Сегодня мы выбрали самых таких молодых, четыре барана. Для нас это праздник с самой юности, с детства. Обычно дома резали, сегодня решили вот таким вот образом. Все условия здесь, все необходимые условия. Чем дома резать здесь, по-моему, намного удобнее, брат. Поздравляю всех с праздником, Курбан-Байрам. Желаю всем удачи, бараката Всевышнего. Всему умату Мухаммада пусть баракат не сходится. Поздравляю всех мусульман нашей республики и остальных мусульман, которые живут во всем мире. Желаю им здравия, пусть Аллах примет их не садагу. Счастья всем, радости, удачи. Как будете праздновать? Хорошо, нормально буду, вместе со своей семьей. Спецплощадка для забоя жертвенных животных работает также и в районе бывшего ипподрома. Те, кто не успел совершить обряд жертвоприношения прямо в день праздника, согласно канонам ислама, могут сделать это еще в течение трех дней. Курбан Рагимов, Магмед Сагитилов, телеканал ННТ, Махачкала. Праздник Курбан-Байрам знаменует собой совершение большого хаджа на святой земле Аравии. Но в этом году паломничество проходило в особых условиях. Обычно в Мекку и Медину для совершения обрядов, связанных с хаджем, прибывают несколько миллионов человек со всего мира. Однако из-за коронавируса власти Саудовской Аравии запретили приезд паломников. Из-за рубежа и в хадж смогли отправиться только жители Саудовской Аравии или иностранцы, которые уже находились в стране. Как сообщают мировые СМИ, в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции совершить хадж смогли около тысячи человек. Это рекордно малые показатели. Обычно в хадже принимают участие миллионы, а не сотни человек. В прошлом году в Саудовскую Аравию с этой целью прибыли 2,5 миллиона мусульман. Наибольшее число паломников было зафиксировано в 2012 году, более 3 миллионов человек. Верующие в этом году столкнулись с целым рядом ограничений в связи с пандемией COVID-19. Повсюду было ужесточено соблюдение санитарно-гигиенических мер и даже обход вокруг Каабы впервые совершался с соблюдением социальной дистанции. Паломникам также временно запретили прикасаться к святыне. А при совершении обрядов всем без исключения необходимо было надевать маску. К другим темам. Состояние олигарха из Дагестана Сулеймана Керимова выросло до 23 миллиардов долларов. По данным журнала Forbes, доходы сенатора от Дагестана выросли с 18 марта. Тогда на мировых финансовых рынках произошел обвал цен на нефть из-за пандемии коронавируса. Именно в этот период состояние Керимова и принадлежащих его семье активов увеличилось на 13 миллиардов долларов. Для сравнения, у одного из самых богатейших бизнесменов России Владимира Потанина всего на 1 миллиард больше. Трава у дома. Сотрудники республиканского МВД задержали троих мужчин во время сбора урожая конопли. Ее тайно вырастили в лесу на окраине села Рассвет Тарумовского района. Трудящиеся уже предвкушали урожай, но внезапно полицейские спутали все планы предпринимателей, которые собирали желанную зелень. На этом все. Еще раз всех верующих поздравляем со священным праздником Курбан-Байрамом. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин